Всем доброго дня! Привет любителям народной медицины! Сегодня 7 августа. К сожалению, скоро лето закончится, но кое-что еще можно. Можно еще успеть из свежих трав собрать, пока придет пора корни копать. Я вот сейчас отправляюсь за одним немаловажным растением. Оно маленькое, да удаленькое. Я сейчас дойду до этого места, где его небольшая заросль, маленькая лужайка и покажу вам. Осталось немножко пройти. Жара у нас неимоверная. 37 градусов в день днем. Это конечно жесть. А вот и эта трава. Это девесил. Девесил его листный. Есть еще несколько видов девесила разных. Самый популярный это девесил высокий и большой. Но в моем регионе, к сожалению, его в природе не найти. Он растет в огородах у людей, на дачах. Но этот девесил его листный, он намного меньше, но он очень целебный. Почему девесилом называют эти травы? Потому что трава издавна популярна. Нашла широкое применение в народной медицине и в официальной медицине. 9 сил. Как бы понятно. 9 сил. У этого небольшого растения 9 сил для лечения. Говорят даже, что 9 сил от 100 болезней. Но это действительно, можно сказать, не преувеличение. Может быть, не от 100 болезней, но по крайней мере от нескольких десятков точно. Видите, растение небольшое. Вот оно либо валится от ветра и дополнительной боковой травы, либо стоит вертикально долгое время, держится хорошо. Высота такого растения где-то сантиметров 25-30. Ива листный, я думаю, вы догадались, почему у него листики вот такие. Вот здесь видно листики у него прямо ну как у ивы. Цветок вот подсолнух миниатюрный. А целебно вся часть растения применяется в лечении. Абсолютно все. Стебель, листья, цветки, корешки. Корни, как всегда, мы копаем весной или осенью после отмирания растения. Эти растения, если я не ошибаюсь, многолетние. Да, многолетние они. Из семейства астровых, сложноцветных. Ну а теперь, что я хотел бы сказать по поводу его лечебных свойств. Девесил иволистный, в частности, лечит очень много разных заболеваний. Начиная вот от кожных, да, сыпи, бородавки, различные там хурункулы, прыщи. От этого он помогает хорошо. Дальше вот респираторные заболевания, горло, ангина. Все это ему под силу, как и многое другое. Потом вот пройдемся ниже. Очень хорошо гепатит им лечить. Это растение желчегонное. Вот у него желтые цветки, обычно желтые цветки. Это говорит о том, что растение имеет желчегонное свойство и лечит печень, желчь. Дальше. Девесил иволистный очень хорош при лечении различных проблем с желудком и кишечным трактом. И даже лечит рак желудка. Потом ему еще под силу венерические заболевания. Применялся он всегда при сифилисе и гонореи. Вот. Ну, различные еще можно перечислять свойства его. Он, в принципе, к любому органу тела. Он применим. Его можно применять к печени, к почкам, при разных болезнях легких и, в общем, ну, любых органов там. И болят уши можно сделать свойства, средства, чтобы закапывать. Можно также улучшить состояние своего здоровья. Он, кстати, довольно насыщен веществами. Но это алкалоиды, флавоноиды, дубильные вещества в немалом количестве. Потом у него масло эфирное содержится. Содержатся кумарины. Это такая ядовитая часть. Потом еще инулин. Вот инулин это помощь в выработке инсулина организмом. Значит, он применяется и в лечении диабета также. И еще одна немаловажная его способность. Это противоядие. Это лечение при укусах змей. Есть рецепт специальный приготовление рецепта для этого дела. Вот я сейчас немного позже опишу некоторые его важные свойства лечебные текстом на экране. А вы пока почитайте и послушайте музыку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok